здравствуйте уважаемые коллеги да Ольга Валентиновна начинайте мы сегодня начинаем наш вебинар посвященный новым новой форме образования для нас с вами дистанционному обучению которое ворвалось в нашу жизнь внезапно все в общем так бывает внезапно но наверное можно его рассматривать как некий старт для дальнейшего профессионального роста и сегодня мы с вами обсудим самые актуальные с нашей точки зрения вопросы хотя алексей на можно дальше да и конечно наши актуальные самые актуальные для нас вопросы прежде всего вот тут они на слайде видны это культура поведения онлайн как удержать внимание детей на занятии как использовать то ограниченное время которое мы можем в котором можем использовать экраны как организовать самостоятельно здесь деятельность школьников и естественно как организовать качественно обратную связь и первый момент первый наверное важный этап который на котором мы хотели бы остановиться на котором мы хотели акцентировать внимание это культура поведения в онлайне может быть у вас есть какие-то особые свои подходы к формированию этой культуры поэтому просим вас пройти по qr-коду и я сейчас скину ссылку в чат если второй вариант это вот пройти по ссылке в чате и ответить на маленький на один вопрос там буквально один вопрос мой вопрос по вашему видению как воспитывать культуру поведения в онлайн ну а мы предлагаем безусловно статья алексеевна если можно предлагаем конечно безусловно должна быть тесная связь классного руководителя с учителями предметниками безусловно требуется систематическое проведение классных часов на тему например сетевой этикет при дистанционном обучении а также очень важное внимание уделять безопасному поведению в интернете ну наверное целесообразно начале урока там минуты две три посвятить еще раз вопросу взаимоуважение чтобы в частности дети не выкрикивали использовали функции поднятой руки чтобы уважали и учитель с которым работаете своих одноклассников естественно в числе ну и предлагаем вам использовать памятку мы сейчас ее скинем в чат образец такой памятки который можно раздавать дети и как бы регулярно к ней обращаться татьяна лексеевна я пока посмотрю да кто-то написал нам про культуру поведения в онлайне давайте сейчас я сверну презентацию и покажу свой экран так значит мы с вами находимся так культура в цифровом мире давайте посмотрим но только один человек прошел до по ссылке у нас с вами сегодня мало действительно очень удобно держать обратную связь с помощью google опросника да вот вы видите что просто я вопрос задала и если ребята давно также как и вы можете пройти по ссылке ответить на один вопрос и в режиме реального времени да у нас будут меняться данные но также мне интересно допустим кто что ответит да у нас с вами сейчас мало до после всей рабочего дня все уставшие да поэтому ответ 1 но мы вам при памятку вы можете с ней ознакомиться но я думаю что каждый для себя уже выработал какие-то определенные действия да ну посмотрите может быть вы воспользуетесь наработками других учтений мы движемся с вами дальше первое о чем я хотела бы поговорить это он удержание это очень важная для нас тема потому что ребята находятся у нас далеко и в классе то тяжело до занимает нужно увлечь до удержать внимание ребенка а как там находится так далеко еще сложнее ну вы на слайде видите до возможные варианты удержания внимания я сегодня хотела бы поговорить про работу в лаборатории но собственно потому что у нас предмет с вами математика да и вот все наглядные чертежи которые задерживают внимание учащихся конечно очень удобно использовать в лаборатории которая интегрирована в московскую электронную школу давайте вместе посмотрим вы можете вместе зайти со мной а можете пока просто посмотреть как вам больше комфортно удобно значит итак я перехожу обратно в браузер захожу в библиотеку московской электронной школы вот она библиотека мэш наша после того как я зашла до сама авторизовалась у меня появилась возможность выбрать лабораторию вот обратите внимание что вот здесь я могу поставить галочку лаборатории и по нашему с вами предмет у меня интересуют планиметрия графики функций и стереометрии вот эти три замечательные лаборатории в которых мы можем работать и демонстрировать какие-то чертежи динамические динамические да в нашем предмете ну давайте с вами посмотрим вот сейчас допустим с 10 классом да мы строим сечения и дистанционно очень тяжело построить сечение до дрожащей рукой особенно для ребят которые тяжело видят в пространстве до этому нужно конечно же учить но вот обратите внимание что здесь есть фигура на которую мы можем просто посмотреть данную например куб да я также ребятам демонстрирую да фигуру то есть меня например какая-то задача я сначала рассуждаю или ставлю какую-то проблему до проблемную ситуацию мы какую-то разбираем да ну допустим я могу поставить выполнить какие-то построения до в данный на на данном чертеже давайте посмотрим а вот у меня слева панель я и могу пользоваться ну что я могу сделать я могу например поставить точку пожалуйста поставила . ну давайте еще одну точку поставлю я могу провести прямую через эти две точки то есть можете поиграться с функционалом да он очень понятен да то есть в общем то нужно перебрать все возможные варианты посмотреть что вас интересует и уже непосредственно наглядно представлять ребятам да вот такой чертеж чем еще он интересен тем что я могу все-таки посмотреть на него его повращать чтобы ребят увидели как в пространстве же у нас выглядит наша фигура да то есть мы можем пара по часу уберу прямую вот обратите внимание да вот наш куб который у нас вращается да то есть я его уже вижу теперь в пространстве да нет он уже не плоский а динамичный но понятно что в зависимости от темы урока я могу здесь разные задачи до решать до рассуждать могу просто с фигурами знакомиться конечно же вот после того как мы сейчас 10 классе мы прошли с ребятами аксиоматику нас очень интересовало построение сечений до чтобы вообще понять как у нас строится как у нас применимы аксиома стереометрии и вот здесь очень тоже удобно строить сечения обратите внимание что есть здесь готовые уже сечения вот как данный пример видите это уже пример сечения призму могу показать выглядит сечение через три точки вот у меня три точки mk и l и я могу построить через эти точки сечения обращая ваше внимание что я могу показать как меняется у нас сечение в зависимости от перемещения точек ну вот вот так допустим также могу показать построение сечения да и что также она у нас меняется в зависимости от перемещения точки да ну или вот что нельзя построить до сечения допустим через три точки которые уже лежат в плоскости 1 грамм вот и опять же почему именно так выглядит сечение давайте на него посмотрим и повращаем да тоже очень ребята для себя открывает новый мир стереометрии да где у нас в один прекрасно почему именно правильно построено сечение потому что у нас с вами в один прекрасный момент у нас с вами да вот здесь будет прямая да ну вот 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 так да совпадет нас все точки будут лежать напрямую под каким-то углом да то есть значит вот они лежат все в одной плоскость да вот это тоже очень интересно я советую вам посмотреть полностью эту лабораторию вы здесь очень много для себя найдете если вы не были знакомы с этой лаборатории а я покажу вам сейчас другую лабораторию тоже с графиками функций давайте с вами перейдем я закрою вернусь в каталог и зайду в лабораторию посвященную графиком функций обратите внимание что здесь тоже есть какие-то определенные шаблоны но вот например опять же с тем же 10 классом да мы говорим о тригонометрических функциях и связи угла да вот обратите внимание что здесь есть отдельно тригонометрический круг с которым мы работаем до движения точки по окружности как у нас меняется угол как меняется у нас значение косинуса допустим или какой-то другой тригонометрической функции да обратите внимание что важные углы все табличные значения также у нас здесь есть да то есть вот мы можем еще раз их вспомнить но и отдельно мы говорим с вами про синус косинус тангенс и катангенс ну вот на примере синуса до обратите внимание что здесь я могу как раз закономерность то вот вывести используя этот динамический чертеж вот как раз движение точки по окружности да и собственно вот наш график наши синусоида посмотрите очень много в зависимости от вашей задумки до творческой какой-то фантазии вы можете придумывать различные задачи но и конечно наглядность и удержание внимания обеспечены с помощью таких динамических заготовок так ну и давайте вернемся к универсальному к построению универсального графика функции когда у нас лист пустой там обратите внимание что здесь вы также можете построить тот график функции который вам нужен ну опять же здесь вам нужно познакомиться с панелью из инструментов есть обучающие видео посвященные лаборатории ну давайте попробуем построить какой-нибудь график ну вот допустим вот у меня задана функция f от x равная x я могу ее изменить ну например вот здесь у меня функция так я выбираю любую функцию ну например давайте модуль возьмем пусть будет модуль x вот я вставляю да и аргумент выбираю на вот этой панели вот у нас получается график а здесь также очень удобно различные преобразования анализировать да то есть например я могу построить точно такой же график да но с каким-то преобразованиями да сейчас придумаем с вами пусть будет модуль x допустим минус 2 и проанализируем какие у нас произошли изменения как графики у нас отличаются и тогда так очень интересно как раз вот с девятым классом я выполняю здесь задание подготовка к экзамену да где нужно аккуратно построить да рассмотреть различные значения параметра обращаю ваше внимание что здесь также есть значок параметров да то есть я могу построить прямую которая будет двигаться например и y равная p она будет двигаться и в зависимости от расположения ее у нас будет различное количество решений до точек пересечения с нужным нам график а то есть вот советую вам тоже с этой лабораторией познакомиться очень наглядно так а мы с вами движемся дальше я переключаюсь из лаборатории обратно в презентацию возможно у вас есть какие-то ваши примеры удержания внимания вы можете также привести примеры написать допустим в чат если у вас есть чем поделиться а мы движемся дальше так ольга валентина да 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 значит дальше естественного как бы с вами ограничены по времени непосредственная работа соответствии с нормам санпина с экраном монитор представить здесь на слайде значит первые четвертые классы начальная школа максимальное время работы 15 минут в пятых седьмых классах 20 минут ну и восьмых девятых классах 25 а уже в старшей школе допустимов на первом уроке первом часу работы 30 минут а начиная со 2 20 минут и возникает тогда вопрос татьяна и возникает тогда вопрос а как же эффективно использовать это время вот что для этого нужно сделать мы сейчас расскажем вам о тех методиках которые мы применяем и соответственно предлагаем вот вот рассматриваем одни из предложенных есть на слайде то есть эта методика перевернутый класс кейс технологии также может осматривать дискуссии проблемные ситуации различного вида работу с видео можно предложить веб-квест групповую работу дартон технологии мы сейчас расскажем о методике перевернутый класс да татьяна алексейна да вот одно из этих данных даже предлагаем вашему вниманию до обращаю ваше внимание что опять если говорить про ребята из старшей школы то это у нас 10 9 классы да то очень хорошая технология перевернутый класс когда дается у нас задание на дом ребята с теоретическим материалом ознакомиться дома но здесь очень важно чтобы у ребят была инструкция да что же они не должны узнать на какие вопросы они должны ответить и после этого уже когда мы встречаемся очно да ведь мы не так долго по времени можем очно с общаться с монитором да поэтому вот часть работы она проходит за кадром вот именно подготовка с теорией происходит дома вне монитора и после этого в классе нам остается обобщить подытожить построить до посмотреть какие-то динамические чертежи в той же лаборатории или в геогебре провести опрос о об усвоении материала какую-то работу да то есть все у нас должно быть динамично и в этом нам помогает вот данный сервис обратите внимание что есть сервис помимо лаборатории который я вам показала есть также сервис доска whiteboard да тоже очень интересная доска она интересна тем что там не нужно регистрироваться это очень удобно и ребята одновременно выполняет там задание давайте с вами вместе посмотрим как выглядит у нас такая доска так ему ссылку не открыла себе окошко но вот вместе с вами до перейдем ольга валентина скиньте в чат пожалуйста название так сейчас я скину один момент сейчас я с ним дали все на там в чате попросили ссылку на обучающие видео по лаборатории ну я сейчас разницу речи по пусть а после занятия я когда-то я смотрела сама это обучающее видео да скиньте пожалуйста я забыла как слово пишется я тоже вместе с вами по ссылке пройду вот скинула у меня кроме вот ничего не пишет сейчас так вот я вместе с вами прохожу по ссылке значит и так так обратите внимание вот такая замечательная доска хороша на тем что здесь не нужно не регистрироваться него не ребятам новый класс обратите внимание я создаю класс но я здесь как нибудь назовусь назовусь не так да и создам класс вот обратите внимание что по этой ссылке вы можете пройти и оказаться в моем классе вот я эту ссылку сразу копирую вот как я в классе делаю и сразу ее в чат отправляю вот ребятам я отправляю точно так же вот вы видите как это дело вот сразу я ссылку отправляю и пройдя по этой ссылке вы оказываетесь у меня в классе ну что значит в классе вот моя доска обратите внимание а вот здесь внизу те доски которые будут учеников ну ученик пишет свое имя да он себя называет и здесь выскакивают доски ну вот давайте попробуем доску вот я сейчас скопировала вставила да давайте я в класс войду ага так кто-то у нас классе появился хорошо да ну и вот посмотрите как у нас будет будет выглядеть доска я могу здесь что-то писать но писать наверное много не получится не очень удобно писать мышкой а вот например вставить какую-то картинку например задание да вот я могу вставить какое-то задание да мне здесь задание нет к сожалению мне одни картинки здесь но не важно какое-нибудь я задание да а нет вот учебник у меня есть здесь сейчас вот например какое-нибудь задание да я выбираю делаю скриншот из учебника допустим то и ребята могут выполнять то не у себя на страничке да вот здесь и я вижу результаты всех ребят да ребята видят только мою доску да вот мое может быть какое-то объяснение да или там какие-то мои пометки да я могу там что-то записать чем удобно удобно тем что я могу увидеть решение всех ребят но например ребенок напишет я например задаю вопрос а он у себя на доске пишет ответ например 25 ну если это устный счет или там или там свою версию решения допустим вот здесь у меня круги или там что то ну то есть не подробная конечно запись но ход решения или какой-то фрагмент решения я могу увидеть также я могу продемонстрировать решение ребенка да вот видите да вот студент я могу показать его решение всем да я могу показать всем могу не говорить кто это да то есть тоже сервис достаточно интересный тоже вас советую вам его посмотреть удобно что каждый раз создается вот так класс без регистрации да и вот мгновенная обратная связь то есть вы видите что ребенок вам отвечает что ребенок отвечает так также для совета совместного использования очень удобно сервис джамп там аль галентина киньте тоже ссылку в чат да сейчас сейчас ссылку вот обратите внимание что для какой-то коллективной работы допустим какой-то обратной связи очень удобно написать эту доску может редактировать каждый пользователь да то есть если вам этот функционал будет интересен вы тоже можете подробно к нему обратиться это тоже гугловская программа до единственное в чем ее минус ну или плюс не знаю в том что здесь нужно регистрироваться даже должен быть google аккаунт но на самом деле google он аккаунт нам было бы неплохо иметь да потому что google формы да очень удобно когда мы пользуемся с вами google форуме ну и очень у гугла очень много интересных сервисов так ну давайте с вами вернемся дальше да уж валентин даром скажите нам ага значит мы предлагаем также методы с нашей точки зрения и которые наиболее эффективно применять на онлайн уроки естественно это использование чата естественно это наиболее распространенные наверное способ метод использования эффективного общения метафоризация составление ментальной карты также голосование поляризация мнений но наиболее часто наверное все таки мы используем чат и голосуем том или на форту или на форме татьяна лексиевна если можно следующее и после того как мы конечно с детьми поработали за экраном монитора за экраном монитора встает вопрос а что же делать после того как согласно рам санпин время для работы с монитором заканчивается но и безусловно конечно самая распространенная уро работа у нас с вами это работа с учебником то есть бумажными носителями а дальше имеет смысл наверное с нашей точки зрения чаще использовать практика ориентированные задачи я думаю что все вы активных используете в своей работе тем более они как бы имеют практическое применение в частности в государственной долговой аттестации можно например составлять экономические задачи разного уровня начинать с ними работать например с 6 класса и постепенно готовить ребят к задачам формата егэ 17 задачи так вот из-под вот потихонечку их подводить также можно безусловно выполнять расчетные задачи мы по математике но можно здесь наверное составлять какие-нибудь я вам чтобы показать что математика не оторвана от жизни она непосредственно интегрирована в жизнь наш быт и вообще в нашу повседневную жизнь но и также выполнение неких проблемных задач но например вот тут приведена привет пример задачек который позволяет показать значит использовать эксперимент на использование эксперимент с подручными средствами для определения ускорения свободного падения и привязать его например к физическому смыслу производства но вот с моей точки зрения наиболее наверное оптимальный вариант это вот расчетные задачи по математике которые можно оформить частности какими-то мини проектами или чем-то но и экономические задачи которые позволят постепенно как бы формировать вот эту не чтобы не были задачи формата и г как бы открытием для детей тем более практических учебниках ли программе учебные татьяна лексеевна да да отдельно хотела обратить внимание на организацию обратной связи это очень важная для нас как для учителей тема вообще нужно понимать что обратная связь это не всегда контроль и оценивание обратная связь да это мы с вами налаживаем обратную связь понимаем есть у нас контакт до понимаем мы излагаем материал или нет да и конечно же учителю нужно не только это нужно учителю но учащемуся учащийся тоже понимает свои дефициты если они у него есть да ну и радуется своим успехом тоже если таковы имеются какие у нас есть возможности но опять же это google формы до вначале мы с вами с google формы сталкивались тест обезличенный то есть непонятно кто как ответил чтобы ребята не боялись отвечать да и учитель может мгновенно узнать какую-то обратную связь получить по какому-то определенному вопросу да или по какой-то проблеме также на работать с рабочими листами с возможностью комментирования да то есть любой участник процесса учитель ученик может работать над этим рабочим листом ну и классика уже конечно же с чатом и работа с поднятой рукой работаем мы с вами все это уже частью нас стало да об этом я даже не говорю но конечно же хотелось бы показать какой-то сервис очень такой позитивный который нравится детям это сервис kahut значит давайте с вами посмотрим kahut создает чтобы создать игру kahut нужно зайти на сайт kahut.com чтобы играть нужно зайти на сайт kahut.id вот давайте мы с вами попробуем вы будете учащимися я буду учителем я покажу вам как проводится эта игра и какие есть методические моменты да ну и такие позитивные связаны с обратной связи я предлагаю да значит сейчас да в чат ольга валентина скинет скинет до название до ссылку для игры то ссылку для игры и собственно инструкцию еще дам инструкцию по работе в этом сервисе да да значит а перехожу как учитель на сайт kahut.com и сейчас вам покажу то есть вы видите те действия которые я совершаю так сейчас я перейду на сайт вот он обратите внимание kahut.com вот он сайт он на английском но можно перри подключить переводчик да который переводит сайты автоматически так ну вот посмотрите если я нажму как да вот мои где kahut и вот они находятся да это вот те игры которые я создала ну как игры тестирование да и обратите внимание что здесь можно ну давайте я сначала покажу как провести игру да вот у меня есть некоторые игры ну давайте какой-нибудь возьмем попроще степень с натуральным показателем чтобы быстро его пройти так вот он меня уже готов я нажимаю play и обратите внимание что здесь есть два режима они оба замечательные просто они разные первый режим когда мы с вами работаем в классе ну например я даю тестирование в классе и мы все вместе работаем в чем минус этого способа в том что ребята ребятам удобней работать на разных устройствах не у всех есть два устройства да и они переживают что они не успевают потому что здесь задание на время кто быстрее тот и победил да тут быстрее сильнее выше лучше всего да удобней работать через телефон вот как здесь изображено да а задание ребята будут на большой видеть на большом экране но как показывает практика да очень часто ребята смотрят урок через телефон или через планшет и рядом не имеют второго устройства тогда они также могут зайти на этот сайт я могу вот открыть просто новую ссылку выбрать kahut.it да давайте я так и сделаю так выберем да вот kahut.it смотрите и оказываемся вот мы на экране обращаю ваше внимание что если я выберу первый вариант до первый вариант сейчас мы вернемся сейчас где моя игра вот она первый вариант то ребята будут видеть только разноцветные прямоугольники то есть они сам вопрос видеть не будут поэтому так работать не очень удобно если устройство одно ну то есть скорость теряется но мы с вами попробуем сейчас таким образом до игру провести но и второй вариант это когда каждый в своем режиме ну например если я тез задаю на дом да и каждый в своем режиме проходит как им удобно тогда они видят и на экране вопрос и варианты ответа они тоже видят то есть это тоже формат очень удобный но для работы самостоятельный а не коллективный соревновательный скажем так ну давайте попробуем значит итак я нажимаю на игру выжимаю нажимаю классик и обратите внимание что здесь у меня генерируется код который вы сейчас введете вот обратите внимание не нравится и так вот этот номер выводите и мы ждем всех игроков которые появятся так что у нас там давайте 499 вот я попробую ввести да что там я уже забыла 8401 так 8401 так мне нужно себя как-то назвать допустим буду неизвестный н но ребята закон вносит свое имя конечно же да вот я появилась обратите внимание давайте тоже присоединяйтесь кто еще со мной будет играть татья алексеевна я прошу прощения что я вас перебиваю пожалуйста повторите что мою ссылку она ведь а если не как бы не открывается документ который по инструкции написал свою почту и напишите я вышли вам еще раз в инструкцию сейчас напишу в чате так значит но кто-то у нас еще напишет сейчас давайте немножко подождем так 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 Ну хорошо, нам главное показать, да, как работает у нас система. Итак, после того, как все ребята подключатся, мы нажимаем старт, да, и начинаем выполнять задание. Так, ну, обращаю ваше внимание, что здесь, да, есть время определенное, вот он таймер, да, вот он идет в обратную сторону, видите. Этот таймер вы сами устанавливаете, да, ну вот и какой-то вы выбираете вариант. После того, как время вышло, ну или все ответили, да, мы видим таблицу результатов, да, таблицу результатов. Так, ну и так далее. Обращаю ваше внимание, что здесь очень удобно тем, что я могу подвести промежуточные итоги. То есть все ребята видят, то есть здесь мгновенная обратная связь. Все ребята видят, как они ответили, да, и, ну, например, я могу обсудить, вот получился такой-то ответ, столько-то ребят ошиблось, да, там большое количество ребят ошиблось, значит, стоит обсудить, да, и так далее. А почему ты так написала, и так далее. Ну и ребят, конечно, соревновательный эффект, да, то есть то, что они быстрее, да, выбирают результат. Ну вот давайте я тут где-то, так, какой там у нас, вот видите, неудобно, вот что так, значит, мне нужно желтый выбрать, желтый, вот я выбираю, смотрите, вот так видит ученик. Вот, видите, мне засчитались очки. И показываю, вот, и так далее, и так далее. После того, как мы ответили на все вопросы, да, у нас будет сводная таблица. Обращаю ваше внимание, ну, вот давайте я на какой-нибудь вариант нажму, неважно на какой. Да, что здесь можно посмотреть статистику, да, кто как ответил, не только самых лучших, но и параллельно, да, разобрать ошибки. Разобрать ошибки. Так, ну ладно, не будем мы дальше, да, дальше в таком же духе, да, и задания все разбираем. И давайте посмотрим режим. Так, еще сайт. Вот, посмотрите, вот здесь я создаю наши кахуты, обращая ваше внимание, что здесь, например, кто-то может кахутам созданным со мной поделиться. Например, я ребятам давала творческое задание придумать кахут по теме многочленов, вот семиклассники у меня делали. И вот обратите внимание, они мне присылали, то есть видите, вот, мне присылали два вот кахута, мне прислали, созданы, то есть они их сами создали. Они мне их прислали, и мы вместе их провели. Ну, ребята, конечно, они готовились, они отдельно получили оценку за то, что они выпустили готовый продукт. Ну, и я сэкономила время, то, что я эти тесты не набирала вручную, и ребята прошли это тестирование, и то здесь получается, что одновременно нескольких зайцев мы убили. То есть очень тоже интересный такой прием. Обращаю ваше внимание, что кахутами можно делиться. Вы можете делиться как с коллегами, так и ребята могут тоже по пройденному материалу создать работу. Там все, конструктор доступен, формула пишется очень легко, все интуитивно и просто. Так, ну что, давайте движемся дальше с вами. Так, если по кахуту вопросов нет, вопросов нет, идем дальше. Ну, вроде в чём я пишу, вроде, раз про инструкцию я сказала, как вот, всё пока. Хорошо. Так, дальше. Организация различных видов контроля. Конечно же, очень важно нам с вами осуществлять контроль. Я думаю, что у каждого из вас есть свои способы наладить обратную связь, контроль именно с учащимися. Ну, мы предлагаем вам всем известные, да, тесты. Это CDZ, Foxford, Я-класс, тетрадь, да, онлайн-просвещение, онлайн-тест-парт платформа. Также групповая работа, презентация мини-проектов, ну и, конечно, классическая контрольная работа. Также хотела с вами поделиться, вот, с коллегами мы тоже очень долго думали, как же классическую, допустим, работу или какую-то самостоятельную работу, да. Как же её проверять, как это неудобно, когда в журнал, если ребята загружают, её нужно скачивать, да, потом после скачивания её нужно проверять. И нет обратной связи, то есть ребёнок не видит моих исправлений. Вот, с коллегами нашлась такая находка, тоже хочу с вами поделиться. Может, возможно, она вам понравится, ну, может быть, и нет. Давайте вам покажу. Вот, смотрите, на Google диске, на Google диске у себя, вот у меня три, два моих класса. Ну, я работаю, стала так работать со старшими классами, вот, девятый и десятый класс. Обратите внимание, что я каждому, ну, то есть я создала папку, это буквально, ну, это очень быстро делается, да, создается папка. И для каждого ученика я создала свою папку и присвоила каждому ученику функцию редактирования. То есть эту папку могу редактировать я, и может ученик конкретно редактировать. То есть как я это сделала? Я создала папку, ну, например, да, создать папку, да, я ее назову там как-нибудь. Тестовая папка, да. Так, вот я ее сохраняю. И обратите, ну, ерунду написала, неважно. Обратите внимание, что я открываю доступ к этой папке, да, и я разрешаю, да, редактировать всем, у кого будет ссылка. Я выбираю не читатель, а редактор, и, собственно, ссылку копирую, ну, и там в WhatsApp один раз мне достаточно отправить ученику, да, эту ссылку, и все. И ученик будет сюда материалы свои складывать. Чем это удобно? Ну, во-первых, это удобно тем, что не засоряется телефон и компьютер, потому что мне кто шлет, кто в WhatsApp, кто в журнал, очень все вперемешку. Когда журнал задним числом прикрепить нельзя домашнее задание, если, допустим, долг какой-то, очень тяжело найти хвосты. На какое число прикрепили, когда, то есть очень не хватает системности. Вот здесь именно организация порядка, скажем так. Особенно для ребят старших, которые, ну, способны работать в таком формате, вот обращая внимание, вот, ребёнок прислал, и я здесь пишу, ну, это я ещё не проверила, просто работу, да, и я могу писать здесь комментарии, да, то есть я выбираю область и там пишу, например, там, какое-то пояснение. То есть ребёнок, когда открывает работу, да, то есть я вот здесь могу что-то написать, да, сейчас отменяю, сейчас не буду, это мне надо проверить сначала, да, там ещё что-то отметить, какие-то замечания написать и в конце поставить оценку. Ну, например, там поставить оценку, потом я, допустим, её исправлю. Сейчас так я поставлю, и оценка у меня будет стоять, то есть ребёнок открывает, он видит, что у него стоит оценка, какие у него исправления, там, где он ошибся и так далее. То есть очень удобно, я вижу, что работа проверена, также я могу поставить, там, добавить пометку, да, допустим, и я буду видеть, что моя работа проверена, да, и так далее. Ну, то есть вот такая система, пока я только начала так работать, ну, вот посмотрим, вот коллеги очень хвалят такую систему, и ребята видят, сколько у них должно быть работ, где они что-то не сдали, да, то есть работа достаточно большая, но, скажем так, благодарная. Так, возвращаюсь обратно. Конечно же, наш больной с вами вопрос – это минимизация списывания. Ну, про отсутствие списывания я говорить не буду, потому что это невозможно, да, а вот какие есть способы минимизировать списывание, конечно же, мы с вами должны поговорить. Во-первых, это различные творческие задания, когда списывать нечего, да и не хочется, да, потому что это задание творческое. Определенные рамки по времени, то есть строгие дедлайны. Обязательно время должно быть зафиксировано, тогда ребята не успевают, ну, или не так явно, да, обмениваться какой-то информацией. Случайный выбор заданий. Для этого тоже есть много площадок, да, которые перемешивают варианты ответов, вопрос между собой, чтобы тоже было тяжело обменяться результатами, да, то есть такие функции тоже есть. Побольше авторских заданий. Авторские – это когда, да, вы сами создаете определенные задания, и, ну, аналог их сложно найти, не так быстро учащийся сможет его найти. Ну, и, конечно же, большое количество разноуровневых вариантов. Если говорить про авторские задания, то существует большое количество платформ, на которых можно создавать тесты. Но понятно, что не нужно знать все, да, нужно выбрать себе одну, две, да, три максимум, да, которые вам комфортнее, которые вам больше нравятся, и на них работать. Например, площадка Google Form, которую мы с вами сегодня в самом начале посмотрели, да, очень огромные просто возможности есть, можно работать только с площадкой Google Form. Сегодня также мы посмотрели Kahoot, да, даже в нее поиграли. Ну, и есть еще ряд ресурсов для самостоятельного создания тестов. Так, ну, и последнее, да, хотелось бы, чтобы вы прошли опять опрос, да, небольшой опять сделанный с помощью Google Form и ответили, да, на вопрос, было ли вам интересно и какие, да, находки для вас были или не было наоборот, вот, что вам было интересно, пожалуйста, пройдите либо по штрих-коду, либо по ссылке, Ольга Валентиновна. Я скинула уже давно. Ага, хорошо, вот по ссылке, которую Ольга Валентиновна в чат скинула, пройдите, пожалуйста, очень интересно услышать обратную связь от вас, потому что именно обратная связь показывает, да, был ли полезен наш с вами сегодняшний вебинар, или вы уже все знаете и ни на какие вопросы мы не ответили. Так, а я сейчас пока и посмотрю обучающие видео. Там и ссылку Татьяна Алексеевна на обучающее видео, если у вас там есть, чтобы я не искала. Ну, мне надо найти, у меня сейчас ее тоже нет, мне нужно найти ее сначала, потом я скину. Она будет здесь же в чате, то есть после того, как мы завершим наш вебинар, я кину его в чат, сюда же. Так, вот уже, вот, видите, в режиме реального времени вы отвечаете, и я вижу результаты. Так, да, спасибо, что преобладает синий цвет, это приятно, да. И вот мне интересно, да, что вас заинтересовало, и в какую сторону нам двигаться, да, что нам в следующий раз тоже рассказывать подробнее. Да, лаборатория МЭШ, действительно, очень интересная лаборатория МЭШ. Я сейчас видео найду, ну, в общем-то, они в Ютубе есть, я сама их искала и смотрела просто по Ютубу, обучающие эти видео, очень интересные. Я сюда в чат, не переживайте, я после того, как у нас вебинар сейчас закончится, я сюда же в эту беседу, я скину информацию, то есть вы будете в чате ее видеть. Так, большое спасибо за обратную связь. Если у вас еще какие-то вопросы, если есть, задавайте, если нет, то мы с вами прощаемся. Ну, вроде, пока нет тщательно никаких вопросов. Если хотите, можете включить микрофон, поговорить, да, из какого варианта. Спасибо, уважаемые коллеги, всем хорошего вечера, да, и всем нам удачи, удачи, да, все, до свидания. Все, до свидания, счастливо. Субтитры подогнал «Симон»